О самых заметных и значимых событиях города и региона в программе Котласского объединения телевещания. В студии Романа Верщук. Здравствуйте! Быстро, четко и качественно. Ровно через неделю в Котласе будет сдан в эксплуатацию один из крупных инфраструктурных объектов области – объездная дорога. Масштабный проект при участии регионального правительства и местной власти был реализован всего за год. Подробности в материале Елены Кермич. О необходимости строительства объездной дороги в Котласе говорили лет 10. С учетом непростых экономических условий и тяжелых бюджетов, этот проект вполне мог остаться на словах. Если бы не инициатива главы Котласа и поддержка губернатора, в 2016-м работа началась. Жизненно важный инфраструктурный объект, выводящий транзитные потоки на автомобильный мост, то есть за пределы города, строили совместными усилиями муниципалитет и область. Объездная дорога для города Котласа – это очень значимое событие, потому что весь большой груз уйдет по объездной дороге и в городе станет гораздо меньше пробок, так как сейчас большой груз проходит полностью через город и это очень сильно затрудняет движение другим автомобилям. Масштабный по протяженности и финансовым вливанием проект, его стоимость порядка 400 миллионов рублей, в сжатые сроки реализовали два подрядчика – Вологда Автодор и Котлас КДРСУ. Пять километров асфальта позволили вывести целый район на новый виток развития. Те территории, которые сейчас вот здесь сзади нас мы видим, это те территории, которые в ближайшее время получат свое развитие. Как мы знаем, появляется дорога, появляется и соответственно жилье, промышленные объекты. Часть участков здесь уже к нам обратились, мы предоставили, поэтому здесь мы также ожидаем развития. Сейчас объект почти в стопроцентной готовности. В конце октября он прошел проверку Ростехнадзором. Небольшие замечания устранены. Зеленый свет новая трасса получит ровно через неделю, 16 ноября. Об итогах строительства и ремонтов дорог сегодня пойдет речь в тематической программе «Открытый регион». Она стартует в 19.20 на общедоступном региональном телеканале «Правда Севера» в рамках проекта «Регион-29». Гость прямого эфира – директор областного дорожного агентства «Архангельск-Автодор» Игорь Пинаев. В Котласе сегодня состоялась неочередная сессия. В повестке дня два вопроса. Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности и внесении изменений в прогнозный план приватизации. О том, какие решения приняты, знает Лариса Иванова. Решение о приватизации некоторых объектов муниципальной собственности котласские депутаты приняли еще в конце 2016 года. В их числе общество с ограниченной ответственностью мелкооптовая на Виноградово-40. Более десяти лет оно обеспечивало продуктами детские сады и школы города, а также предприятия Котласского и Красноборского районов. Сегодня депутаты приняли решение о приватизации объекта, но в частные руки оно не уйдет. Доля муниципального образования в обществе составит 100%. Провести аукцион планируется в середине декабря. Мы продаем эту ошку со всем имуществом и те средства, которые вырученные получатся в ходе открытого аукциона, все попадут в доходную часть бюджета 2017 года. Народные избранники изучили предполагаемые условия приватизации еще на заседании депутатской комиссии, потому на самой сессии обошлось без вопросов и премий. Также единогласно депутаты приняли изменения в прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности. Оба вопроса были рассмотрены в течение 10 минут. Как поддержать молодых предпринимателей? Как сделать так, чтобы яркий старт не обернулся провальным финишем? Все об успешном развитии своего дела вы узнаете в региональном бизнес-инкубаторе. Теперь он, кстати, будет называться «Дом предпринимателей». И основание для этого есть, рассказывает Наталья Пулина. Студия веб-дизайна – проект, три года находившийся под крылом бизнес-инкубатора. Успешный старт, и они уже не только разработчики сайтов, но и проводники виртуальную реальность. С помощью специального шлема можно побывать на алмазном месторождении, очутиться на плавучем университете или просто увидеть наш город с высоты птичьего полета. Это проект, который мы называем «Виртуальный регион», с помощью которого можно презентовать Архангельскую область. И второй проект, который мы ведем – это уже дополненная реальность. Другой выпускник бизнес-инкубатора – социальная парикмахерская. Хозяйка Наталья не понаслышке знает, как тяжело найти понимание в обществе человеку с ограниченными возможностями. Большая часть ее клиентов – особенная. В обычной парикмахерской они стесняются, стесняются здоровых людей, здоровые люди стесняются больных людей. Как-то это вот все. А мои клиенты, они нормально относятся к инвалидам. Они у меня подготовлены, я с ними всегда общаюсь, что я работаю с инвалидами. То есть, кому не нравится, те уходят. А кто есть у меня, они в принципе нормально. Региональному дому предпринимателя действительно есть чем гордиться. Только за последние пять лет результаты впечатляющие. Это 110 резидентов бизнес-инкубатора, которые прошли за этот период. Это более 280 новых рабочих мест, новых и сохраненных рабочих мест у этих резидентов. Это 20,5 миллионов налогов во все уровни бюджета. И это более 300 миллионов выручки. Субъект, это может быть либо ИП, либо О, да, юридическое лицо, должно существовать не более трех лет. То есть бизнес-инкубатор, откуда это название пошло, он ориентирован на выращивание в своих стенах бизнеса, отпускать его там в дальнее плавание. За советом сюда может обратиться любой начинающий бизнесмен. Таких консультаций сотрудниками бизнес-инкубатора проведено уже более двух тысяч. Продолжаем. На следующей неделе в Кутласе начинается прием заявок на участие в отборе дворовых территорий по программе формирования современной городской среды на 2018 и 2022 годы. Напомним, в этом году по федеральной программе в Архангельской области было благоустроено 150 дворов, 11 парков и 43 общественные территории. В Кутласе проекта в администрацию представили 20 дворов, но лишь 12 получили новый асфальт, скамейки и урны. Заявки на 2018 год начнут принимать 14 ноября. В 2018 году будет учтено 5-процентное софинансирование собственников, это будет обязательное требование. Дворовые территории в количестве 8 штук, которые у нас были заявлены с прошлого года, они также заявляются на общих основаниях со всеми, но ввиду того, что у них уже выполнен объем работы больше, чем у других, то есть им остается только принести документы и заявиться. Прием заявок продлится до 4 декабря. После в течение двух недель будет сформирован перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году. С условиями участия в отборе пакетом документов, которые необходимо приложить к заявке, а также порядком рассмотрения предложений можно ознакомиться на сайте администрации. В продуктовый магазин с оружием. 50-летний житель Котласа предстанет перед судом за разбой и умышленное нападение на продавца супермаркета. Под видом добросовестного покупателя обвиняемый зашел в торговый зал магазина, попросил продавца сложить для него продукты и спиртное в пакет, после чего, демонстрируя газобаллонный пистолет, потребовал от продавца передать ему указанный товар. Таким образом, обвиняемый открыто похитил чужое имущество с места совершения преступления с похищенным скрылся. Известно, что обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело передано в Котласский городской суд. По части 1 статьи 162 Уголовного кодекса. Нападение в целях чищения чужого имущества. Совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья. Редакция Котласского объединения телевещания принимает вопросы для профессионального юриста. Рубрика с его участием с ноября станет постоянной и будет выходить один раз в неделю в программе новостей. Получить бесплатную юридическую консультацию можно, задав свой вопрос по телефону 8 921 290 98 71. Или оставляйте свои сообщения в нашей группе ВКонтакте. В последнее время рассылка заказных писем с квитанциями об уплате имущественных налогов идет с задержкой. Либо письма нет вообще. Волнение Котлашана оправдано и произвести расчет необходимо до 1 декабря текущего года. Массовую печать и рассылку налоговых уведомлений осуществляют не специалисты межрайонной налоговой инспекции в Котласе, а петербургская компания «Налогсервис». Доставка плодежных документов идет через Почту России заказной корреспонденции. Для продвинутых пользователей, пользующихся интернет-услугами, другие правила. Пользователи личного кабинета налогоплательщика электронного сервиса получают налоговые уведомления только в электронном виде, потому что законодательством не предусмотрена отправка заказной корреспонденции на бумажном носителе. Сообщить об отсутствии уведомления об уплате транспортного, имущественного или земельного налогов можно также через личный кабинет. Желающим пройти регистрацию в электронном сервисе будет оказана помощь в рамках «Дни открытых дверей». 10 и 11 ноября налогоплательщиков ждут межрайоны налоговой инспекции в Котласе по адресу Карла Маркса, 14, в МФЦ на Арджоникидзе, 30 и в Коряжемском подразделении на Архангельской, 48. В рамках акции сотрудники ФНС подробно расскажут, кто должен уплачивать имущественные налоги, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на любые вопросы посетителей по теме налогообложения. Названы имена победителей Ломоносовской премии. Лучшие проекты в сфере науки, инновации и культуры конкурсная комиссия выбирала путем тайного голосования. Претендентов было почти 60 и 26 проектов. Премии удостоены сотрудники лаборатории геологии рудных месторождений за научный прогноз ресурсов Арктической зоны России. Проект утилизации АПЛ, подготовленный работниками «Звездочки» и научно-исследовательского бюро «Онега», а также авторский коллектив сотрудников Медуниверситета и Первой горбольницы за внедрение инновационных технологий в региональную систему здравоохранения. Еще один проект, отмеченный конкурсной комиссией, это подготовка издания пятого тома Поморской энциклопедии. Еще двое конкурсантов стали победителями в номинации «Молодые ученые». Мы все-таки ориентировались на то, чтобы наука сочеталась с практикой, то есть чтобы был какой-то конкретный результат, внедренческая работа, то есть мы отдавали предпочтение научным внедренческим работам, чтобы уже был какой-то позитивный эффект. По распоряжению губернатора региона Игоря Орлова лауреатам положена премия по 100 тысяч рублей. Еще две награды молодым ученам по 50 тысяч рублей учреждены администрацией Архангельска. Премии победителям вручат на пленарном заседании 46-х Ломоносовских чтений 16 ноября в Архангельском театре драмы. И вновь котловские танцоры покорили Татарстан. На этот раз диплом лауреатов первой, второй и третьей степени привез образцово-художественный хореографический коллектив «Ассартия». Он принял участие во всероссийском конкурсе детского творчества «Барсик». Всероссийский конкурс проводится в Казани с 2010 года и традиционно собирает мальчишек и девчонок от 5 до 13 лет. В этом году в борьбе участвовали 38 коллективов. У Архангельской области на масштабном конкурсе был один представитель. Коловский коллектив «Ассарти». Привезли три лауреата первой степени, лауреат второй, лауреат третьей степени мы заявляли в пяти номинациях. И наш солист Белоус Олег получил также спецприз, единственный солист-мальчик за артистизм и целостность образа. Я очень довольна. Их девиз – по труду и награда. В «Ассарти» вдохновенно исполняют народные танцы и современную хореографию около 170 воспитанников Елены Чердковой. В прошлом году коллектив отметил 25-летний юбилей. В эти выходные – еще одна важная дата. 11 октября в 16.00 в Котловском дворце культуры пройдет открытие их нового творческого сезона. Второе деление мероприятия будет посвящено народникам. Им исполняется 10 лет. Далее в программе очередной номер от участника телепроекта «Талантливый Котлос». Из-за этого «Талантливый Котлос» Вот овощи спор завели на столе Кто лучше в кузне и нужнее на земле Картошка, капуста, морковка, горох, петрушка, свекра Ох, хозяйка тем временем С носиком взяла и носиком этим пожить начало Картошку, папуста, морковку, горох, петрушку Петрушку, петрушку, свекра Ох, прокрытой крышкой в заушном горшке Кипели, кипели в кутом кипятке Картошка, капуста, морковка, горох, петрушка и свекра На сегодня у меня все Далее блок полезной информации Прогноз погоды Напоминаем, что прямо сейчас на общедоступном региональном телеканале «Правда Севера» В рамках проекта «Регион-29» начинается программа «Открытый регион» Обсуждение проблем и успехов наших дорожников пройдет в прямом эфире На вопросы «Северян» ответит гость студии Директор дорожного агентства «Архангельск-Автодор» Игорь Пинаев Звонки принимаются по телефону 639-717 Код Архангельска 8182